Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в городе-курорте Анапа. Меня зовут Юрий Озаровский и со мной Илья. Добрый день, друзья! Меня зовут Илья, компания Рейтинг Новостроек. Занимаемся ремонтами, недвижимостью и строительством домов в городе-курорте Анапа. Сегодня мы в жилом комплексе Черное море на двухкомнатной квартире, порядка 60 квадратных метров, и покажем вам ремонт. Ребята уже сделали давно здесь ремонт, но хозяева заехали, потихонечку обживаются, и мы с вами увидим, как это происходит, ну и качество ремонта. Здесь были большущие проблемы, которые все-таки удалось решить, и это очень будет интересно для всех тех, кто занимается ремонтом не только в Анапе, поверьте мне. Просим в гости. Итак, пойдемте. Со входа мы видим, что поменена входная дверь, дверь фирмы Гардиан с тремя контурами уплотнителя. Заходим. Такой просторный домчик. Друзья, у нас квартира 60 даже с копейками квадратных метров, это планировка. У нас по квартире водяной теплый пол, это квартира с индивидуально газовым отоплением, теплый пол у нас в кухне, в прихожей, на потолке у нас натяжной потолок, комнаты в ламинате, кухня, прихожая и санузел, ну, естественно, у нас в плитке, так как теплый пол. Здесь можно сразу остановиться и рассказать, что изначально здесь покрытие было ламинат в коридоре. Да, к сожалению, случилась такая небольшая проблема, ну, как со временем она оказалась большая у нас. Вот здесь вот, где я стою на плитке, здесь у нас был выложен единым контуром по кухне тоже ламинат. После того, как, грубо говоря, мы их сдали, помыли квартиру, где-то через неделю он некоторыми моментами начал взбухать, подниматься. Не сразу начал подниматься, со временем, потом прям очень сильно поднялась. Ну, мы, естественно, сначала связались с магазином, потом начали уже связываться с производителем и писать претензии. Ну, и спустя, наверное, месяца два нам привезли такую же парту ламината. Мы этот ламинат, спасибо также магазину, сдали в магазин и в этом же магазине взяли вот эту плитку, в которой уложен пол и в санузле, и пол на балконе. И вот, ну, грубо говоря, у нас сейчас получилось единым контуром плитка 60 на 60, где был ламинат. Единственное, из-за того, что, ну, такая получилась беда, переход и есть небольшое несовпадение именно между санузлом и коридорчиком. И установлен порожек, но все сделано, в принципе, в едином пространстве, потому что изначально был ламинат, и перекладывать плитку в санузле уже не виделось возможным. Здесь, хозяева, разместили вот такую вот зону для раздевания. Очень красивое зеркало, он бросается в глаза. Не забывайте, ребята, лайком нас поддержать. И можно увидеть, здесь у нас электрика. Все так же подписано, сделано, все очень симпатично. Да, входная дверь у нас обрана наборами, так же, доборами, так же, как и все межкомнатные двери в белом стиле. Двери на всю квартиру стоили там от 110 до 120 тысяч полностью. До вот этих кризисных моментов еще двери в квартире стоят хорошие. Пойдемте в санузел. В санузле здесь теплый пол реализован. Да, в санузле теплый пол, на стенах у нас плитка в белом раме, такая же, как на полу, и зоны выделены деревом, деревянной плиткой. Эта зона у нас зашита коробом ГГЛ, потому что от застройщика они оставляют только трубы вентиляции, вытяжки. Сделана инсталляция, небольшая полочка, все 45-ми углами. И за инсталляцией у нас стоит еще гигиенический душ. Ну, вместо ванны мы установили душевой поддон. Ну, душевой поддон по внутренним стенкам получился у нас 90 на 90, по внешним 90, ну, там метр на метр почти что. Довольно удобно. Просторно. Зеркало с подсветочкой. Раковина сделана единым стилем, чтобы сюда у нас вместилась стиральная машина. И также электрический полотенцесушитель у нас установлен. Я тоже себя хотел так сделать и реализовал, но у меня не подходило именно стандартное решение. Здесь удалось это сделать. И с этой стороны можете видеть дверка тоже с доборами. Сверху натяжной потолок и софиты. Идем дальше. Пойдем. Инсталляшка симпатично смотрится. Здесь у нас выстроена перегородка под шкаф. Заказаны двери, поставлены направляющие сверху и снизу. Заказаны двери и наполнение шкафов. Честно, когда зашел, прям очень бросилось в глаза, то что плитка глянцевая. Первый мой вопрос был, не скользить или вы сказали, что нет пока. Сказать, это не чувствуется. Я у себя дома не решился сделать глянцевое, делал матовую. Глянец смотрится очень празднично, очень красиво. Да, кстати, я сказал, по стоимости плитки все материалы покупались у нас в кредитное время. Половая плитка у нас стоила порядка 1200 рублей за квадратный метр. Вся настенная плитка в санузле это 1000-1200. Вот такой у нас ценовой диапазон. Это средний ценовой диапазон. Смотрится все очень хорошо. Попадаем на кухню. Кстати, когда положили плитку, заменили ламинат, пространство как будто немножечко увеличилось. А ламинат какого цвета был? Ну, тоже такого типа полумраморного, такого белого цвета, бело-серого. Ну, с плиткой смотрится намного лучше. Здесь вот этот шкафчик на кухне, ребят, в нем строит котел, поэтому он реализован именно в таком формате. Да, кухня у нас, у нас именно в этой планировке зона котла, она у нас поставлена вот здесь и немножечко упирает. Поэтому кухню собирали именно в таком формате. Мы заказывали кухню в компании Марка, на Крылово, по-моему, эта компания находится. Она обошлась на то время порядка 180 тысяч рублей. Ну, я скажу, что за такой размер и за такой ценник она на самом деле смотрится очень хорошо. Причем здесь не дешевые доводчики стоят, средняя. Ну, мне очень нравится кухня. Смотрится симпатично, значит, она не выделяется, но гармонично вписывается и с обоями, и с ламинатом. Плюс фактук и столешница, выполненная в таком же стиле, как не ламинат, а как напольная плиточка. Сейчас это просто загляденье. Кондиционер фирмы. Кондиционеры фирмы Гри, как и почти во всех квартирах, которые мы делаем. У меня тоже дома такие, я прям доволен. Здесь, смотрите, на потолке спрятан каком-лис. БК-профиль, да. Довольно интересное и недорогое решение при монтаже натяжных потолков. Радиаторы в стене у нас. То есть нету труб снизу, а утоплен на стене. И выходим на балкошку. Такой огромный просто балкон, я хочу сказать, его использовать как рабочую зону, прям он сам бог вилел. И видно детский садик и детскую площадку здесь. Да, балкон у нас покрашен. Так же. Красиво, слушай, эмоции. Серго цвета. Здесь у нас плитка. Так же можно посмотреть по примыканию. Все. Аккуратненько, красиво сделано. И киевский стул. У меня такие же дома в общаге. Симпатично смотрится. Это получается еще и отрасили. Здесь был ригель, да? Вот, конечно, балкон и два потолка. Ригель и абрамили его натяжным потолком получается. Все. Ну и стеночки в цвет кухни, такой светло-серенький цвет. Вообще эта квартира, у меня когда супруга сюда приходила, она бывала, со мной ездит по объектам. И она говорит, что вот много же квартир делали. И прям дорогущие ремонты были. Она говорит, вот как вот мне нравится здесь очень эта квартира. Она такая светленькая, с приятными тонами. Все это можно включить, надо выключить, пойдем дальше. Из кухни попадаем в большую комнату. В комнате у нас ламинат. Ламинат такого же цвета, как плитка в самом зле. Отбирали. Здесь хозяева у нас уже немножечко обживаются. По всей квартире у нас обои. Обои. Здесь милон и флизелин. Хорошие обои, хорошо смотрятся под декоративную штукатурку. Ну, хозяева потихонечку обживаются. Установлен шкаф уже. Кстати, зеркало на входе, он так увеличивает пространство, когда заходишь. На самом деле, такая узковатая комната. Вот видите, как кровать установили. И я вот, допустим, не стал ставить сзади изголовье, для того, чтобы расширить комнату. Здесь вот, ребята, закрылись изголовьем. Ну, в принципе, пройти спокойно можно. Это очень хорошо. Электрика, видите, розеточки с одной и с другой стороны кроватки. То есть, все как и должно было быть. Я думаю, что в дальнейшем там появятся уже тубочки и будет еще лучше. Здесь прямо из подоконника так интересно реализован радиатор. Изголятор был, по-моему, вот с этой стороны поставили, да, его в таком виде. Довольно тоже, ну, чтобы шторы всплыть, интересно смотрится. Так, пойдем в последнюю комнату. Везде, видите, одним уровнем сделано. Вот единственное, что он как хорошим, таким небольшим переходом. У нас, да, здесь был, ну, изначально ламинат. Одним контуром везде переходил. Поэтому так получилось. Ну, вот это, кстати, порожек. Вот это, Т-образный, он один из самых, вообще, как бы, ну, вообще порожки недорогие. Но этот один из самых дорогих. Смотрится довольно интересно. Попадаем во вторую спальню. Также обои у нас немножечко под декоративную штуртурку. Тисменный флизелин. Такой же ламинат. Радиаторы из стены. В принципе, все. Так же, ДК-шка, да. И, так же, скрытый профиль для штуртур. Смотрится, кстати, на самом деле очень хорошо. Интересно. Это уже раньше ставили, там, закладные на них. Вешали тоже направляшки вот такие. А сейчас, ну, ВК-профиль делаем. Недорогой, очень красивое решение. Я тоже сначала сделал все закладные, а потом узнал, что можно было делать ВК-профили. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну, рекламируйся. Да, друзья, звоните по поводу ремонта в любое время 24 на 7. Мой телефон 8 929-825-3292. Ну, а вы пишите обязательно, понравился вам ремонт, не понравился. Какие-то, может, вам дополнения рассказывать всех. Ну, вообще, показываем, как решаются те или иные вопросы. И здесь вот очень хорошо, что производитель ламината пошел на встречу, и ламинат заменили. Потому что в магазине лия говорит, что им говорили, что это вообще без вариантов, это вообще ваш косяк и так далее. Ну, бывает, что партии там сыроватые приходят, там еще что-то где-то плохое хранение было. И это не вина строителей. Здесь, видите, производитель сделал все правильно. Дай бог, чтобы поступали они всегда так. Квартира просторная, интересная. Вот надо только, чтобы закончились уже все ремонты, и была идеальная тишина. И в скором времени так и будет. Всем, друзья, хорошего дня, прекрасного настроения. Делайте ремонты хорошие. Также к Илье можно обращаться по поводу строительства домов и продажи квартир, да, и любой, в принципе, недвижимости. Всем пока-пока. Все, до скорой встречи.